Добрый вечер! В прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Мураджан Кёзов. Сегодня в программе. Мы живые! В рамках реализации данного проекта сегодня в правительстве состоялась встреча с военными инвалидами. Им вручили ноутбуки. В Черкесске завершилась акция «Стоп Амброзия», как жители республики боролись с карантинным растением, кто больше всех уничтожил этот опасный сорняк. Самый высокогорный форум собирает инициативных, активных, креативных молодых людей со всего юга России, кто станет участником МАХАР-2022. Абазинские игры возобновились. В ауле Кубина состоялся яркий масштабный праздник, где абазины наслаждались общением и провели спортивные состязания. Сегодня в Доме правительства прошло вручение ноутбуков для военных инвалидов личное пользование. В рамках реализации поручения Владимира Путина о создании эффективной системы реабилитации военных инвалидов Общероссийская общественная организация военных инвалидов ВОИН при поддержке фонда президентских грантов реализует проект «Мы живые». Он предусматривает разработку комплекса мероприятий, направленных на социальную реабилитацию, обучение, восстановление потерянных навыков в результате инвалидности ветеранов боевых действий и военнослужащих, ставших инвалидами вследствие исполнения обязанностей военной службы. Используя ноутбук, военные инвалиды могут осуществлять общение между собой в социальных сетях, могут задавать насущные вопросы кураторам проекта, органам власти, осуществлять поиск работы в онлайн-режиме, вести активный социальный и общественный образ жизни. Военные инвалиды – это специфическая группа лиц. Они отличаются своим, в основном, психикой и прочим. И, как сказал Владимир Владимирович Путин, что инвалидность – это социальное явление, избежать которого не смогло ни одно общество в мире. Но и мы обязаны делать все максимально возможное, чтобы компенсировать этим людям хотя бы часть возможностей, которые они потеряли. Особенно это касается тех, кто получил увечья, выполняя долг перед Родиной. Июль подходит к концу, а также подошла к финалу экологическая акция «Стоп Амброзия», которая стартовала в начале этого месяца в Черкесске. Теперь организаторам предстоит подвести итоги. Как проходил сбор вредоносного сорняка, какие районы были очищены от него и насколько легко стало дышать аллергикам, узнаем в репортаже Корчибиджиева. Этим летом в акции «Стоп Амброзия» приняли участие сотни жителей республиканской столицы. Пункты приема в обмен на денежное вознаграждение граждане сдали почти 1 миллион 600 тысяч корешков вредоносного сорняка. По сравнению с предыдущими годами количество уничтоженного аллергического растения возросло на 200 тысяч. В 2019 году было принято более 1 миллиона 400 корешков, то в этом году уже было принято более 1 миллиона 600 корешков. То есть население активничает, проявляет активность. Кто-то из-за заработка, кто-то увидел в этом какой-то вид заработка. Кто-то, аллергики, кстати, много людей, которые именно аллергики участвовали. Ну, как бы с целью обезопасить себя на будущее, ну и жителей города Черкеска. Но расслабляться не стоит, так как нельзя с уверенностью сказать, что Амброзия полностью побеждена. Есть районы, где она все еще прорастает. Охватить город в целом, целиком и полностью, я не думаю, что мы пока что в состоянии. То есть за вот эти два года перерыва в связи с ковидной ситуацией мы не проводили стоп Амброзию, акцию, поскольку это является массовое мероприятие. Допустим, район Зеленого острова. Там можно, ну, не прям со стопроцентной уверенностью, но смело можно сказать, что там намного безопаснее, потому что там очень много участников собирали именно там. То есть район поймы реки Кубань на самом Зеленом острове непосредственно. Как отмечают организаторы, в акции приняли участие взрослые и дети, среди которых были и аллергики. По старой традиции, подводя итоги самых активных участников, наградят грамотами и денежными призами. Карчабиджиев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Более ста участников из регионов СКФО примут участие в Северокавказском форуме «Махар-2022», который начнет свою работу с 9 августа. Он посвящен 100-летию Карачаева-Черкесии. Каждый представитель молодежи от 18 до 35 лет может подать заявку на участие до 31 июля. Министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов подробнее рассказал представителям СМИ региона о целях и задачах молодежного форума. На пресс-конференции побывал и Алихан Лепшоков. Северокавказский молодежный форум «Махар-2022» соберет молодых ребят из разных регионов СКФО и ЕФО. В ходе пресс-конференции министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов подробно рассказал о целях проекта и о том, кто может принять участие. «Мы уверены, что полученные знания, навыки, социальные лифты станут точкой роста для молодежи», отмечает Ибрагим Татаркулов. В рамках реализации форума будет реализовано три направления программы. Это образовательная программа, горно-пешеходная и творческая программа, а также, помимо этого, спортивная. Почему? Выбрано сразу несколько направлений. По той причине, чтобы охватить и наполнить форум теми направлениями деятельности, которые на сегодняшний день являются востребованными и необходимыми в рамках реализации северокавказских окружных или федеральных форумных мероприятий. Следует отметить, что в рамках реализации грантового конкурса имеется 15 номинаций. Данные номинации представлены на сайте grant.myrosmol.ru Федерального агентства по делам молодежи. Важно отметить, что участники должны сформировать проектную заявку на грантовый конкурс до 6 августа до 12 часов дня. У активной молодежи в этом году есть возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Молодые люди смогут реализовать свои идеи в таких направлениях, как социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Живописнейший уголок Махар будет иметь все устои для комфортного нахождения участников форума. Вместе с Карачаево-Чешкейским государственным университетом в этом году с министерством проведена большая работа в части улучшения материально-технической инфраструктуры базы Махар Карачаево-Чешкейского государственного университета. При этом на сегодняшний день с одним из провайдеров достигнута договоренность о том, что они предоставят на территории проведения форума качественный высокороскоростной интернет. Понятно, что телефонная связь категории GSN там работать не будет, функционировать не будет, но на сегодняшний день у всех есть и социальные мессенджеры, и социальные сети, посредством которых они могут общаться со своими родными, близкими, друзьями, товарищами и так далее. Для участников форума будет организована увлекательная образовательная программа с участием федеральных и окруженных спикеров. Также для молодежи будут организованы специальные турпоходы по живописнейшим местам Махара. Одно из наиболее интересных направлений, которое на сегодняшний день имеет высокий уровень значимости, как для Карачаево-Чешкейской республики, так и для Северказского федерального округа в целом, это трек направления туризм. И в этом направлении будут организованы и проведены и стратегические сессии, и образовательные мероприятия с привлечением федеральных окружных и региональных спикеров. Важно отметить, что Северокавказский молодежный форум Махар-2022 посвящен 100-летию республики. Поэтому ряд площадок форумам будет посвящены этой дате. Алихан Липшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. Северокавказская республика Кратковременный дождь. Гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днём 22-24 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. В правительстве республики прошла торжественная церемония вручения памятной медали 90 лет ГТО. Министр физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Рашид Узденов отметил, что эта почётная награда вручается лицам, внёсшим значительный вклад в возрождение и реализацию комплекса ГТО. Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» был создан в Советском Союзе в 1922 году, а 8 лет назад президентом России был подписан указ о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. За это время более 19 тысяч жителей нашей республики участвовали в сдаче нормативов. Успешно прошли испытания 15 тысяч человек. В церемонии награждения также участвовали лица с ограниченными возможностями здоровья. Югене уже 8 лет, и мы сегодня собрались почествовать тех людей, которые несли лепту в развитии этого движения, а также наших победителей, наших чемпионов, которые удостоены звания «Отличник ГТО». Хочется всем пожелать дальнейших успехов в этом направлении, сил, бодрости, духа и неиссякаемой энергии. Каждый из вас вносит вклад в развитие направления ГТО. Центры тестирования непосредственно принимают нормативы, сталкиваются с этим всем. Люди из других направлений, как представители партии «Единая Россия», как представители «Динамо» движения. Всем большое спасибо. Мы, конечно, под руководством Рашида Юсуловича будем развивать данное направление и достигать новых высот и целей. В ауле Кубина состоялось масштабное событие – седьмые абазинские игры. Яркий праздник, куда собрались все абазины, чтобы насладиться общением и поучаствовать в играх. После двухгодичного перерыва, который был связан с пандемией, абазинские игры вновь вернулись. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. 315 участников, 11 команд из абазинских аулов, Ставрополе, КБР, Москвы, Абхазии. 20 видов состязаний, таких как волейбол, футбол, питанк, дартс, армрестлинг, стрельба из лука, бои подушками, перетягивание каната, воркаут, кроссфит, шашки, прыжки в длину и другие. Объединить народа, база, укреплять дружбу, укреплять свою родословность. Не забывать, что мы представляем, что мы один из древнейших народов мира. И хочется, чтобы мы сохранили себя как народ, благодаря таким мероприятиям, как сегодня проводится. Пусть это спортивное составляющее, пусть это будет культурное мероприятие. И тем самым мы будем двигаться вперед, добиваться больших целей. Значимое событие для всех абазин, это еще, можно сказать, одна площадка, чтобы видеться, познакомиться, себя показать. Еще я хочу пожелать удачи всем участникам. Я думаю, что ежегодно будет это совершенствоваться. Мы будем это самое, все красивее, все содержательнее будем проводить эти мероприятия. Они нас объединяют. Праздник был ознаменован еще и новым рекордом. Исмаил Ниров установил рекорд в становой тяге, подняв 310 килограмм в весовой категории 80 килограмм. И попал в книгу рекордов народа Абаза. Все спортсмены проявили себя на высшем уровне. Среди них был и Альберт Кенджев, чемпион страны по армрестлингу. Я принимал участие в весе до 75 килограммов. Соперники очень хорошие. Не было проходных схваток. Все крепкие ребята приехали. Мне понравилось мероприятие в целом. Стоит отметить аромат, который витал в воздухе от баранины на костре, от румяных чаш и лакумов, от вкуснейшей либжи и сочной курочки. Спортсмены, волонтеры, гости и жители были в восторге от сытных блюд. Почти 5000 человек посетило праздник. Все они остались довольны. И никто не остался без внимания. Чашу все дружненько готовят. Мясо, абазинские блюда будут. Дай Бог, чтобы много таких праздников у нас было. Во всех селениях. Чтобы мир на земле был. Все команды продемонстрировали физическую подготовку, подарили зрителям и болельщикам массу эмоций. И этот день останется в памяти, как яркое, незабываемое событие. С опережением в 12 очков победила команда Кубины. Серебро у Эльбургана, а бронза у Псажа. Завершились игры награждением и ярким фейерверком. Не успел закончиться праздник, как абазин, уже в предвкушении следующих восьмых игр и фестиваля. Альбина Курочинова-Кенжио, Фатима Хунова, Ислам Урумов. Вести, Карачаева-Черкесия, Кубина. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас программа «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин